Ну вот она, красавица. Красавица и Маргарита Алексеевна называют 10-метровые горы снега, которые возвышаются над домами на улице Архангельская. Женщина рассказывает, снегоотвал организовывают здесь ежегодно. Серо-коричневую массу видно из любой точки частного сектора. Эта самая красавица находится на улице Цемлянской в районе бывшего карьера. Местные опасаются, что весной, когда снег тает, грязь попадает в бугач, который течет неподалеку. Кроме того, говорят жители, ветер с кучи дует как раз в сторону домов и приносит грязный снег к ним. Мне кажется, нет. Ну не знаю, может быть я что-то не понимаю. Но мы когда смотрели, специально ходили, ну это уже сколько? Ну вот это 4-5, наверное. Давно это все это. Ну а так, конечно, она черная гора. Пока она не зарастает, это все, сюда нас и так хватает, этого чада, конечно бы не хотелось. Подобные снегоотвалы разбросаны по всему городу. В редакцию ТВК видео с огромными свалами снега прислала жительница улицы Высотной. Прямо посреди города, сквозь лабиринты бело-коричневых гор, разъезжает спецтехника. Посмотрите, какой ужас сделали на месте бывшего рынка, который снесли до метро. Это вообще какой-то ужас. Со всего города сделали здесь снега. Вот высота, не знаю, тут сколько метров, 6, наверное. Съемочная группа ТВК побывала на нескольких снегоотвалах. На всех участках есть небольшие КПП и ограждения. Спецтехника ровняет и утрамбовывает снег. Специалисты рассказывают, под грудами отходов расположены колодцы. Туда весной будет уходить грязная талая вода. Именно поэтому, по мнению экологов, снегоотвалы менее вредны для окружающей среды, чем снегоплавительные станции. Это даже, мне кажется, более экологично, чем снегоплавильные станции, которые будут это все плавить. И непонятно, куда эту воду сливать. Потому что ее тоже просто нельзя куда-то сливать. Ее надо очищать, чтобы те токсичные вещества, которые вдруг содержатся в этом снеге, а их здесь предостаточно, не попали в поверхностные воды суши или, дай бог, в подземные воды. В мэрии тоже уверяют, жителям переживать не стоит. Все снегоотвалы в городе работают легально. Всего таких участков 12, активных пока 10. Однако, по словам специалистов, в Красноярске есть только один снегоотвал, который соответствует всем нормам законодательства. Чтобы привести в порядок остальные участки, нужен большой бюджет. Для площадок есть серьезные требования экологического законодательства. Но, например, должно быть твердое водонепроницаемое основание для них. По такой основании у нас имеет только одна самая большая площадка на улице Башиловская. Чтобы обустроить все площадки в соответствии с современными требованиями законодательства, нужно 3,2 миллиарда рублей. Дело в том, что эта сумма сопоставима с объемом средств, которые ежегодно у нас тратятся на ремонт абсолютно всех дорог в городе Красноярске. Экологи говорят, оценить влияние подобных снегоотвалов можно будет летом. Только после анализа станет ясно, какой вред оставляет после себя грязный снег. И подходит ли та или иная категория земель под размещение отходов. Екатерина Черных, Владимир Антонов. Новости ТВК.